Привет! Тема Симабарское восстание, восстание в Симабаре, Шимабара Норан, Симабара Норан. Это восстание, которое произошло в Симабаре в Японии. Восстание началось 17 декабря 1637 года и завершилось 15 апреля 1638 года. Мацу Куракатсуэ проводил непопулярную политику, установленную его отцом, который резко повысил налоги для строительства нового замка и строго запретил христианство. В декабре 1637 года союз местных хронинов и в основном католических крестьян во главе Самахуса Широ или Сиро восстал против Сигуната Токугава из-за недовольства политикой Кацуэ. Сигунат Токугава направил более 125 тысяч солдат при поддержке голландцев для подавления повстанцев и разгромил их после длительной осады их крепостей. После успешного подавления восстания Широ или Сиро примерно 37 тысяч повстанцев, сочувствующих им, были казнены путем обезглавливания, а португальские торговцы, подозреваемые в оказании помощи, были высланы из Японии. Кацуэ был обвинен в неправильном управлении и в конечном итоге был обезглавлен в Эдо, стал единственным дально казненным в период Эдо. В дальнейшем была введена японская политика по самоизоляции Японии или Сококу, про Сококу есть видео на канале, я оставлю ссылку, и преследование христиан было ужесточено вплоть до конца Сигуната, до смутного времени. Симабарское восстание было крупнейшим гражданским конфликтом или гражданской войной в Японии в период Эдо. Симабарское восстание В середине 1630-х годов крестьяне полуострова Симабара и островов Амакуса, недовольные чрезмерными налогами и страдающие от последствий голода, восстали против своих господ. Пострадавшими были также рыбаки, ремесленники и торговцы. По мере распространения восстания к нему присоединились Ронины, а также клан Арима и бывшие слуги-конящие. Как таковой образ полностью крестьянского восстания не совсем точен. Симабара когда-то была владением клана Арима, там было христианство. Многие местные жители были христианами. В 1614 году даймё стал Мацукура. Новый даймё Мацукура Шигемаса. Надеялся продвинуться в иерархии Сигуната, и поэтому он участвовал в различных строительных проектах, включая строительство и расширение замка Эдо, а также запланированное вторжение в Усон, в испанскую Ост-Индию на сегодняшний день, Филиппиды. Он также построил новый замок Симабарь. В результате он возложил серьёзное налоговое бремя на жителей и разозлил их. При этом строго преследовалось христианство. Эту же политику продолжил и его наследник Мацукура Кацуэ. Жители Амакуса, которые были частью феодального владения конящей Юкинага, подверглись такому же преследованию со стороны уже Тирадзава, которые были при такой же позиции, как и Мацукура. Мацукура Кацуэ Довольные Ронины, а также крестьяне начали тайно собираться на собраниях. Они подготовились к восстанию. Восстание вспыхнуло 17 декабря 1637 года, когда местный налоговый чиновник был убит. В то же время другие восстали на островах Амакуса. Харизматичный 16-летний юноша Амакуса Широ или Сиро вскоре стал лидером восстания. Повстанцы садили замки Томио Кайхондо, Клана, Тирадзава. Но как раз перед тем, как замки были готовы пасть, прибыли армии из соседних владений Кюсю или Кюси, вынудили их отступить. Затем повстанцы ненадолго осадили замок Симабара, но снова были отброшены. В дальнейшем они собрались на месте замка Харадзо. Союзные армии местных владений под командованием Сигуната Токугава во время правления Сигуната Токугава и Митсу начали осаду замка Хара. И так у Рашиге Масса был в качестве главнокомандующего. Миямоте Мусаси присутствовал в осаждающей армии в качестве советника Хосокавы Тадатуси. Про Миямоте Мусаси есть видео на канале, я оставлю ссылку. Событие, когда Мусаси был сбит с лошади из-за камня, который был брошен одним из крестьян в него, является одним из немногих достоверных свидетельств о его участии в кампании. В дальнейшем войска Сигуната обратились за помощью к голландцам, которые сначала дали им порох, а затем пушки. Когда силы Сигуната попросили судно, судно было предоставлено. Началась тотальная бомбардировка крепости без особого результата, и два голландских дозорных были застрелены повстанцами. Судно удалилось по просьбе японцев. При попытке захватить замок Итаку Рошиге Масса был убит. Вскоре прибыли новые войска Сигуната под командованием Мацудайры Нобуцены, сменившего Итаку Ру. Однако повстанцы замки сопротивлялись. Осаде в течение нескольких месяцев и нанесли Сигунату тяжелые потери. Обе стороны с трудом вели боевые действия в зимних условиях. 3 февраля 1638 года в результате набега повстанцев погибло 2000 воинов. Однако, несмотря на эту незначительную победу, повстанцев постепенно заканчивались продовольствия и боеприпасы. 4 апреля 1638 года более 27 тысяч повстанцев столкнулись с солдатами Сигуната численностью примерно 125 тысяч. Была предпринята отчаянная атака, но вскоре повстанцы были вынуждены отступить. В дальнейшем восстание было подавлено. 12 апреля 1638 года была взята крепость. Повстанцы продолжали сопротивляться и несли тяжелые потери, пока не были разгромлены 15 апреля 1638 года. После подавления восстания было обезглавлено примерно 37 тысяч восставших и им сочувствующих. Голову Амакус и Широ привезли Нагасаки. Крепость Хара была сожжена и полностью разрушена. Поскольку Сигунат подозревал, что европейские католики были причастны к распространению восстания, португальские торговцы были изгнаны из страны, политика самоизоляции была ужесточена к 1639 году, Сигунат после восстания пытался оправдать кланы, которые помогали его усилиям в военном отношении. Однако владения Мацукуру Кацуе были переданы другому господину, и Сигунат начал оказывать давление на Мацукуру, чтобы тот совершил почетное ритуальное самоубийство. Однако после того, как в его владении было найдено тело крестьянина, доказывающее его плохое правление и жестокость, Мацукуру был обезглавлен в Эдо, клан Терадзова выжил, но почти 10 лет спустя из-за отсутствия преемника исчез. Мацукуру Мацукуру